ну что ж вот она наша посылочка получена распаковка наконец-то документы вовнутрь стали класть на пакет приматывали все выкидывали скопки так Так. Ну, варвар будет больше, но уже получается. Получается, что варвар поуже, чуть-чуть. Есть прекрасная возможность сравнить варвара-гиганта 380-го и аргончика. Что можно сказать про аргон? Он на порядок легче, на порядок проще собирается, быстрее надувается за счет отсутствия надувного дна и имеет достаточно хорошие ходовые характеристики. Сегодня плавали на реке Угра, делали такую детскую рыбалку, немножко покидали, половили, ну, поразвлекались по большому счету. При установке вот этого стабилизатора, немножко переживал, что я его сейчас ломаю, вставляю вот в эти кармашки, но на самом деле оказалась очень гибкая палочка и она прекрасно держит за счет своей упругости вот это напряжение. И действительно очень хорошо работает этот стабилизатор. С ним лодка действительно меньше гуляет в момент гребли. В принципе, отличная вещь. Обязательно берите с ней, потому что она ничего не весит и при этом вы получаете вполне достойный стабилизатор. На варваре он также присутствует на моем, вот этот нижний. Но порой, как оказалось, такого типа стабилизатор он мешает при прохождении каких-то отмелей. Там порогов шеверы и очень часто это именно им цепляешься за камнем. Но тем не менее, как бы он прошел реку Умба, он прекрасно себя чувствует. Да, он весь уже такой поцарапанный, но не отклеился, не отломался и работает. Что можно сказать по комплектации? В комплектации стандартно здесь лежал хвостовик-стабилизатор, стандартный набор переходников, которые у меня уже есть от Варвара и Катабайда. Набор, состоящий из отреза ПВХ ткани и паспорт. Тайм-триал молодцы, они наконец-то стали паспорт изделия класть в сумку, а не приматывать к пакету, с которым они отправляют лодку. Чаще всего вот такие вещи, когда снимаешь этот грязный пакет после транспортировки, ты просто выкидываешь, а потом понимаешь, что там был паспорт изделия. Вот и всё. Мне почему-то в этот раз не досталась вот такая прекрасная сумочка для телефонов и мелочей, такой гермачок. Вот с Варваром он шёл в комплекте, а с Аргоном его почему-то не оказалось. Но ладно, я думаю, что вам такой же будут присылать. Потому что Аргон, как я уже говорил, я выиграл. Это своего рода бесплатно или, как говорят, халява. Вот, поэтому никаких претензий. Но вот эта сумочка, это, конечно, вещь классная. Такой карман во время дождя. Сюда кладите телефон или что-то, что может промокнуть. Обязательно комплектуйте. Также немаловажно, конечно, вот это сидение, кому как нравится. Я вот на нём поплавал. В принципе, нормально, но долго сидеть тяжеловато. Потому что оно жёсткое и немножко начинаешь на нём отекать пятой точкой. Лучше взять вот такое сидение. Оно сюда прекрасно встановится. И сидеть на нём, как в кресле, наслаждаться комфортной рыбалкой. Гога, гога, гога. Готовим клапана для надува. И набываем. Готовим клапан для надува. И набываем. в принципе это сиденье даже не обязательно привязывать оно и так хорошо стоит и прям с кайфом плавать по какому-то водоему неоднозначно здесь намного лучше сидеть именно в точке зрения рыбалки потому что гарвары вот так вот ноги но они просовываются вперед получается плотно а тут ты можешь именно вытянуть и не чувствовать отливалкости водки на счет того что нет надувного дна но просто космолет рыболовный такой именно какой-то походе к выходного дня очень просто удобно надувается ну и все очень комфортно лодки что главное это минимум труда затрат и комфорт тут как вы поняли очень удобная система когда вам вы идете и вам нужна стабилизация вы опускаете и у вас водка достаточно хорошо ровно идет не виляя а когда вам не нужен стабилизационный поплавок вот этот хвостик вы его просто поднимаете и вот один карабинчик застегиваете и все и он у вас поднят это например актуально когда вам надо где-то как-то пролезть по какой-то узкой протоки маневрирует по поводу соединение которое заявляет производитель что они производят это все путем без клеевой сварки да действительно вот видите принципе все швы все швы они исполнены путем сваривания здесь нету следов клея здесь есть именно вот такая сварка и это видно но фурнитура она вот она имеет следы клея она уже приклеена вся фурнитура она посажена на клея а сама лодка полностью баллон он имеет именно права водка обладает совершенно простецким ровным дном чуть-чуть завышенным на носу и на корме у меня вариант когда баллоны сделаны из ткани более тонкой по моим 550 одно исполнено из более толстые ткани 700 700 с чем-то вот не помню не буду вам говорить но она такое более сразу чувствуется что она более жесткая и тяжелая на баллончики вот такие мягенькие но больше и не надо лишний вес зачем он нужен пвх принципе достаточно надежный материал как это уже было проверено он прекрасно держит камни даже коряги ему не так страшны вот мы сегодня там цеплялись за бетонную плиту вот видно немножко поцарапали но ничего критичного эти швы проварены все достаточно надежно так что друзья мои лодка как лодка очень хороший такой легкий рыболовный вариант я не знаю кому как понравится но я не прям не такой что заядлый рыбак но люблю иногда так побаловаться вот ну очень удобно и простая эксплуатации ее легко мыть протирать у нее нет каких-то таких скрытых полости которые надо вот например как на варваре там зубное дно и вот эти складки их надо вычищать потому что там сбивается песок глина грязь здесь как-то все намного проще мы поплавали его уже протер тряпочкой все все с ним хорошо но сейчас осталось его упаковать и показать вам насколько он занимает меньше места сумки от того же самого варвара на что у них они комплектуются одинаковыми сумками но вы увидите вживую как насколько вот эта водка она компактно открываем клапана сдуваем всегда используйте двухсторонний насос потому что им намного компактнее собирается водка намного лучше пакуется вот такой объем занимает аргон а сейчас я вам покажу какой объем занимает варвар на первый взгляд они оба достаточно компактны это еще учесть что у варвара как минимум есть спинка и собственно говоря я его называю поджопник ну вообще это сидение здесь уже лодка укомплектована вместе со всем сиденьем поэтому с точки зрения компактности аргон конечно побеждает в этой схватке плюс если выкинуть ту фанеру жесткую и заменить ее вот на такое мягкое универсальное сидение то это все будет дело еще и легче намного легче но так как я часто плаваю всякие такие мини-мини походики с ребенком поэтому мне два кресла они просто необходимы поэтому вот вариант с двумя креслами вот вариант с одним креслом ну а теперь давайте посмотрим как это все выглядит в упаковке замечу сразу в упаковке что у варвара что у аргона сшиты одинаково они одного типа поэтому вот в одной и той же упаковке посмотрим на объем что-то мне сегодня варвар потрепал немножко нервы как-то я его с трудом сложил не знаю может я что-то неправильно делаю но как-то он мне сегодня прям коряву влезал одна и та же упаковка без всяких утяжек собственно говоря все видно невооруженным глазом смотрите сколько у вас еще остается свободного места в нюкзаке сюда принципе можно и положить и рыболовные снасти а вот сюда на бок через карман можно зацепить удочку или спиннил если вы не боитесь его по дороге поломать о ветке а идете по открытому участку почему бы и нет поэтому выбирая лодку time trail вам предлагает неплохой выбор если вы любите какие-то длительные походы с какими-то препятствиями то конечно в этом случае варвар безусловно у вас будет лидировать и выиграет по своей надежности все-таки он больше такого танкового образца именно по шкурадерам по шеверам если вы предпочитаете среднюю полосу россии и какие-то легкие пвд рыбалки то я думаю что аргона вам хватит выше крыш тем более такая легкость такая компактность и возможность скажем так его намного быстрее легче надуть и его такая более высокая устойчивость особенно при рыбалке это ощущается когда ты бросаешь спиннингом и у тебя принципе лодка остается на месте на варваре это делать намного сложнее но скажем так к нему надо привыкнуть то есть он не перевернется но он будет шататься и это вопрос привычки и вообще первый раз когда на варвара садишься первое ощущение что я сейчас перевернусь но на самом деле ты садишь на надувное дно а баллоны еще остаются над водой и тем более лодка не груженная то это вообще такое ощущение прям неустойчиво неустойчивой байдарки вот поэтому выбор за вами но я с вами прощаюсь надеюсь кто смотрел на эту лодку и собственно говоря не понимал зачем она и почему могу сказать одно в принципе лодка можно назвать универсальной она достаточно универсальная на ней можно и в легкие походы по таким нормальным обычным рекам без каких-то серьезных препятствий пройти она достаточно узкая при этом устойчивая то есть можно по небольшим речушкам плавать или озеркам вы приезжаете на берег озера там какого-то быстренько ее надули и пошли вам и и она скажем так не боится если учесть технологию сварного шва то получается что аргон он не боится перегревов на солнце чаще всего вот клееные лодки они этим страдают что у них начинают расходиться швы и в случае перегрева сварной шов он устраняет этот дефект и как бы нивелирует его почти на сто процентов и да ни за что не подписывайтесь на этот канал и никогда не ставьте там видимо лайк ну а если у вас остались какие-то вопросы или вы сомневаетесь в покупке вы можете спросить меня я вам в принципе дам совет из того что я почувствовал понял и из того что я вижу ну и обращайтесь компания тайм-триал они разработают для вас любую лодку по вашим чертежам в принципе молодцы ребята молодцы всем пока и и и